Будь не альметьевцев становится ярче благодаря многочисленным концертам, фестивалям, конкурсам и театральным постановкам. В городе и районе работают 136 учреждений культуры. Безусловно, самым важным событием станет празднование 70-летия Победы. Обсудили на встрече и планы, связанные с годом литературы. Поэтому, я думаю, это гениальная идея насчет года литературы после года культуры. А до этого было сохранение памятников. Центром многих событий станут библиотеки города и района. В них пройдут более 1700 праздников, встреч и творческих вечеров. В рамках года литературы предстоит решить главную задачу. Это привлечение внимания населения к чтению. Сегодня книги не так востребованы, как интернет. Поэтому библиотекам важно привить молодежи любовь к литературе. И далее 12 ноября стартовало очень большое масштабное республиканское мероприятие. Называется оно «Культурный дневник первоклассника» по инициативе Министерства культуры. В один день по всей республике прошло такое мероприятие. Каждому первокласснику был вручен бесплатно книга, которая называется «Культурный дневник первоклассника». И в течение года до 26 мая каждый первоклассник республики должен посетить как можно больше культурных учреждений. В Союзе писателей республики состоят 333 писателя. 26 из них представляет Альметьевск. Привлечением молодежи к литературному творчеству займется местное отделение Союза писателей. Они, конечно, пишут, они публикуются в молодежных журналах ИДЭЛЬ, республиканском и местной печати, но особо, чтобы в Союз писателей не очень. В Альметьевском городском парке в течение всего летнего сезона проходят различные массовые акции и концерты. Более 300 праздников на разную тематику прошло в прошлом году. На пресс-конференции Флюр Кашапов выступил с просьбой еще больше расширить план мероприятий в парке. «Может быть, вот именно связать наш год парков с нашим годом литературы, и будет это, будет поддержка для писателей молодых, они покажут себя». Ансуга Таулина, Николай Быков, Альметьевс ТВ